Мои хорошие, всем доброе утро! Сегодня среда, и я хочу выпустить один ролик, о котором вы просили очень много раз в ТикТоке. Но формат ТикТока не позволяет снять такой длинный ролик, поэтому он будет здесь. Многие спрашивают, что я пью, какие БАДы, какие витамины, для чего и помогают ли они. Поэтому сегодня я вам об этом расскажу. Моя птичка очень обширна, поэтому сейчас я все приготовлю, поставлю и буду вам рассказывать. Конечно, особо интересных вещей, которые уже выпиты, давно-давно еще новые не куплены, здесь нет. Но я вам все равно кое-что интересное о витаминах и БАДах расскажу. Но прежде чем начинать этот выпуск, я хочу предупредить, что все употребления витаминов нужно делать с назначения врача, хотя бы с консультацией с врачом. Нужно сдать анализы, посмотреть, сколько в крови этих полезных элементов витаминов. Потому что переизбыток витаминов в крови, он не менее опасен, чем нехватка витаминов, порой даже более опасен. Поэтому желательно не просто так бездумно это все дело пить. Я большинство витаминов заказывала на iHerb. Это мой любимый сайт, мне кажется, там есть все, что мне нужно. И частично я заказывала в Японии, но об этом я расскажу в ролике. Так, ну давайте начнем с самого простого, что я пью утром. Это куплено в России, в Москве, в обычной аптеке. Что оно стоило там недорого, это магний. Я им пользуюсь для нервной системы, чтобы быть менее психованной, чтобы быть более расслабленной. И вообще он хороший для сердца. Мне его в свое время назначал кардиолог, когда у меня были перебои с сердцем. Вот, значит, это магний. Второе, что мы возьмем по старшинству, это витамин D3. Но я думаю, сейчас каждый слышит, во-первых, пандемия началась. Все врачи советуют пить витамин D3, витамин D3. Но вообще его и так, и без этого советуют даже новорожденным деткам с самого рождения пить витамин D3. Кстати, у Глеба вот такой вот витамин D3. Я его заказывала тоже на iHerb. И то, и то на iHerb мы пьем с ним утром. Желательно пить до 12 часов. Витамин D3 я пью регулярно. У каждого своя дозировка. Вот с витамином D нужно быть осторожным. Нужно подбирать дозировку, какую вам пить. Второе, что я пью, это омега. Тоже iHerb. У меня вот такая большая банка, супер омега. Тоже по назначению врача. В период пандемии. Вот такие вот здесь большие достаточно капсулы. Два раза в день я пью вот эти вот капсулы. Теперь покажу вам поближе. Вот он мой витамин D3. Вот он детский витамин D3. Здесь нам нужно всего 4 капельки. Утром я ребенку даю на ложечки. Вот так вот выглядит моя супер омега. Такая вот большая упаковка. Что я пью еще? Пью спирулину. Но не постоянно. Там очень много таблеток. Нужно в день выпивать. Поэтому я ее пью нерегулярно. И не к столу будет сказано. Очень нормализуется пищеварение. После вот спирулины даже порой слишком нормализуется. Еще я употребляю биотин. Биотин я пью для волос, кожи и ногтей. Потому что у меня вот видите, после последнего маникюра, после последнего шелака я сняла. Ногти отдыхают, ногти очень испорчены. Ногти очень повреждены. Поэтому я пью биотин. На ногтях я пока ему не почувствовала. Но на волосах вроде почувствовала. Волосы стали меньше выпадать. Мне он тоже очень нравится. Далее я пью для женских. По рекомендации своего врача-гинеколога, у меня вот такая вот фолиевая кислота с витамином B12. Вот такая. Тут она всего один раз в день пьется. Одна таблеточка во время еды. Далее это цинк. Вот такой вот у меня цинк. Тоже пью его. У меня стоят две банки гинка. Одна даже запечатана. Их надо экстренно пропить, потому что они до октября 2021 года. Вообще гинка, он для работы мозга. Но его эффективность вообще совершенно не доказана, как и остальных БАДов в принципе. Но я его покупала для улучшения памяти, для улучшения работы мозга. Но как-то мы и так много всего. Бывает просто тупо забываю. А еще коллаген. Тоже очень сомнительная штука. Многие утверждают, что коллаген, он вообще никак не помогает, когда ты его принимаешь вовнутрь. От него толку никакого. Но я его пропила, я действительно толку не почувствовала. Я пропила полупаковки. Я не знаю, может быть я допью ее до конца, может быть не допью. Но действительно эффекта никакого я не почувствовала. Во-первых, он должен быть для лица, для кожи, для волос. Ну не знаю, как по результату. Как раз сейчас утро, пора пить все витамины. Мои я приготовила в рюмочке. Глебу сейчас я тоже накапаю 4 капельки. Ой-ой-ой. Не выливаемся. И мы это все дело выпьем. Давай, зайчик. Они сладенькие, они там какие-то с фруктовым вкусом. У нас есть еще вот этой вот серии витамин С детский. Но мы его оставили у мамы, пока его не пьем. Кстати, по поводу витамина С, я его уже пропила. Витамин С тоже очень классная штука. Вот, кстати, после витамина С я чувствовала себя намного более бодрее. Но он уже закончился у меня. Он тоже от серии был, по-моему, Калифорния Голд. Я заказывала на iHerb. Ну, тут так получается, что живя в Москве, пить витамины – это как необходимость. Потому что солнце, вот как сегодня, например, у нас бывает не так часто. По поводу еще витаминов для волос. Потому что очень много было вопросов в ТикТоке по поводу, какие хорошие витамины для волос. Единственный витамина, который я пропила, и я реально почувствовала эффект. У меня вот после беременности, у меня очень сильно выпали волосы. И после этих витаминов у меня прям поперли вот эти вот все маленькие волосинки. Я вам прикреплю здесь сейчас скриншот с iHerb этих витаминов. Вот они были самые классные. Но я не могу дать гарантию, помогли ли мне витамины, или я уже просто организм восстановился после родов. Не знаю. Но вот когда я начала пить эти витамины, у меня волосы поперли буквально на вторую, может быть, третью неделю. Ну и у меня как-то осталось внутри, что, наверное, штука классная. Я пользовалась в совокупности со спреем. Тоже сейчас прикреплю этот скриншот. У нас японские витамины. Я несколько раз заказывала из Японии. Я вам оставлю ссылку в описании к видео. Сайт японский. Потом я увидела эти витамины в Москве за 11 тысяч рублей в аптеке. А я покупала за 1700 рублей. Я покупала акуль из квален. Это вытяжка из печени акулы. То есть это можно вместо омега-3 пить, вместо рыбьего жира. Но вот она очень классная. Ее рекомендуют вообще на все возраста при всяких проблемах. И про при проблемах со суставами, и с костями, и с сердцем, и с мозгами. Короче, совсем. Почитайте про акуль из квален. Вот японский. Он считается самый хороший. Это компания Орехиро. Тоже прикреплю сейчас сюда. И ссылку на японский сайт тоже, где я конкретно заказывала. Сейчас, подождите.